Читаю стихи русских поэтов, начиная с XVIII века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Тишинков Дмитрий Геннадьевич Кострома За какими лугами жила ты? Сколько раз поменялась роса? Даже будучи трижды женатым, никогда я тебя не бросал. Разве камушком, брошенным в реку, ты навек опустилась ко дну? С этим илом, затянутым веком, неужели оставлю одну? Не сравнится то скопище ила с далью нас разлучившей травы? И навряд ли, как прежде любила, у реки, обращаясь на вы. Сквозь года, наконец, принимаю боль фантомную пяток босых. И сжимается толща речная до нетронутой капли росы. Открою дверь, а там не почтальон, не управдом и не сосед зануда, а та, во снах в которую влюблен, Которая явилась ниоткуда, без рюкзаков, котомок, прочих бес, С подснежниками, под ветровкой тонкой и с выкрученной лампочкой подъезд, Насквозь пронзит сто-киловаттным током и запылает ярко от и до, Ни в марте, ни в апреле, а сегодня соломенной бабой у правдом, С которой не отправлюсь на субботник, Да я и сам в преддверии зимы в кометном удаляющемся сопле спиралью тлел. Не замечать мы намотанные на счетчики, как сопли. Мой физик скажет, потеряли страх, про лампу рассуждая и спирали. Тогда вопрос вне классный. У костра подснежники в сочельник собирали? А та из грез однажды у дверей уже стояла. Не хватало силы открыть. В ту ночь хотелось умереть, поэтому ее и не впустил я. Не только двери, душу в этот раз открою. Буду и горячий, и ласков, и про двенадцать месяцев рассказ продлит девятимесячная сказка. Ходил я в храм в одиннадцать с утра с отцом Максимом делать интервью о том, что храму вырасти пора, а до тихого небесного люблю. Там ничего, сутуля с ней спросил. Лишь сдернув кепку под старухин срам, сидел и слушал, как отец Максим сдавал под ключ невозведенный храм. А то, люблю, со всех сторон длилось, что лист сусальный, сорванный в покров, был благодатью выстужен насквозь, как этот храм, пока без куполов. Я один февральской ночью, что ли, чую приближение весны. Бабочка, заплатка ее на шторе, вшитая в отглаженные сны, в этих снах, всегда горизонтальных, под коляску не вползет ухап. Ни сырыми локонами баб небо не закрыто, не зонтами, крестик позолоченный, нательный, так в кроватке перед сном блистал, словно блеском кварцевал постели, где грешил ночами без креста. Там в проемах утренних бесследно таял в краску вогнанный рассвет. От стыда сползали на паркет кандалы разорванных браслетов, а в коляске будто слышу снова крестное и многозначное жених. Но до глаз я так запеленован, так они прозрачны до основы, что безгрешен, как и небо в них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok